Беларусь направила гуманитарную помощь Украине для ликвидации последствий наводнения. В конце июня там пострадали больше 150 населенных пунктов, разрушены дома, мосты и более 100 километров дорог. Погибли три человека. По решению президента Александра Лукашенко, наша страна направила 30 тонн необходимого груза. Это далеко не первая белорусская гуманитарная миссия в Украину. Более 20 человек с начала года потерялись в лесах только Минской области. Спасателям поискового отделения МЧС сейчас приходится работать в усиленном режиме. Чтобы помочь любителям тихой охоты, обследуется каждый квадрат леса. Смена может длиться 12 часов в сутки. Затем на поиски выходит новый отряд. Для безопасности в лесу МЧС рекомендует брать с собой мобильный телефон, а также воду и пищу минимум на сутки. Также потерявшимся рекомендуют не паниковать, по звукам находить дорогу или речку, которые и подскажут выход. Самые разные форматы летнего отдыха подготовили для школьников Минской области. Например, каникулы без гаджетов и современных технологий. В Столбцовском районе, вблизи Нолебокской пуще, ребята учатся жить в дикой природе, изучают основы ориентирования, готовят еду на костре и стреляют из лука. В расписании школьников также преодоление полосы препятствий – сплавы на байтарках и скалолазания. Все спортивные испытания они проходят под контролем опытных инструкторов. Тематическую программу организуют несколько лет подряд, чтобы дети приобрели новые навыки и научились беречь природу.